шалом всем бог вертов мы немножко подготовимся к хануке если вы не против не против и у нас не так много времени осталось и пытаемся немножко поздно посмотреть познакомиться с тем о чем мы вообще праздную да это всегда очень интересно кто помнит нас были законы все код когда смотришь на вещи оказывается начинаешь немножко их и губятся изучать оказывается все не так как мы думали давайте вас прошу что что мы в хануку празднуем о чем о чем дело в чем речь нашли кувшинчик с маслом и что победа войне победа войне какое чудо первое чудо вас масло в войне освящение храма празднуем по большому счету это можно назвать победой некоторые победы еврейской культуры греческой топ важные правильные вещи говорите мы пытаемся посмотреть поиск пульса на эту эту неделю уроков выделить до ханки на свою сама хануки и мы поговорим про различные аспекты начнем может быть хотя нужно было бы начать я всегда когда начинаю что-то учить то первое что вещь так я научился уровня которого учился до что нужно начало все понятие вообще значение слова что такое ханука как его на русский перевести о чем идет речь но мы сегодня может быть извини немножко порядок и начнем может быть со взгляда о том чуде которым да и речь обыдеть обратите внимание и вам пока идут ваши задания может быть если мы сегодня не успеем да то подумайте немножко слов ханука вообще как его на русский перевести что это значит вообще это что-то за слово такое да как бы откуда оно взялось как бы в честь честь чего от какого корня и так далее и как это вообще отражает ли это слово если да то как вообще идею праздника для того чтобы посмотреть на само слово да и его понять и значения мы начнем может быть с другого мы пытаемся понять о каком чуде идет речь обреть внимание что зачастую зачастую то что происходит что как раз именно здесь первые которые мы услышали и может быть два первых ответа которым услышали что что речь идет о чуде и о чуде с кувшинчиком нашли кувшинчик и так далее любой я думаю что любого еврея в принципе так на улице вылавливаешь ловишь его спрашиваешь о чем праздник был кувшинчик нашли его 8 не зажигали было чудо если этот если этот если это так то то есть если праздник ханука его главная идея как бы это праздник чудо кувшинчика до которые там нашли его это еще один вопрос что там за чудо было да там есть разные мнения мудрецов что конкретно было в этом чуде что чудесного там было как это чудо было это очень интересно тоже обязательно дойдем посмотрим но скажите выпадание маны это меньшее чудо большее чудо 40 лет в пустыне и так далее это вообще нечто из ничего да тут то было масло и она продолжила гореть там этот вопрос должна гореть продолжила увеличилось количество и так далее не сгорало масло из разные объяснения между мудрецами вообще что конкретно было чудо но выпадение мана не меньшее чудо почему же у нас нет праздника по поводу выпадения мана так решили но если если идея того что было чудо то или допустим выход через море то не меньшее чудо у нас нет такого праздника песок давно у нас нет конкретного как бы праздника как бы там галеля там или еще что то такое да там вставка в молитву раскрывание моря 3 оставание море это больше чудо чем восемь дней горел горшочек больше чудо не может у нас и говорят и медраже что вообще вся вода в мире раступилась там и так далее то есть понимаете если если это вопрос если мы впразднуем то что всевышний там все может и дело чудеса то я я говорю это как сказать на видать знаете что вы видите это знак обозначает вы уже да в кавычках то есть да не предупредили буквально но это смешно смешно праздновать праздник это представьте что вы приходите к миллионеру домой там допустим миллиардер там человек самым богатым в стране да и вы ему и не так на столе стоит и упаковка этих тишу для как салфеток для бумажных для носа вы видите вау какая у тебя салфетки у тебя такие вау у тебя есть целая упаковка салфеток для носа вау вай 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 правило люди смеются правильно что это смешно да или другая ситуация да скажем есть какой-то уровень после которого уже там материальное богатство но уже скажем ну скажем часы то сколько стоит на 50 тысяч долларов даст нам и дорогие за 100 не знаю я не в курсе но предположим то есть любой миллионер и миллиардер могут одеть одни и те же часы то есть нет никакой разницы мы приходим к человеку которого скажем у него есть всего-то вы знаете миллион долларов он купил себе часы такие там глупости конечно ну я примеру да и там и для него может это комплимента по им привычек у которого ну миллиарды там да и мы говорим у у тебя часы дорогие ты смешно вообще не комплимент то есть и каждый что-то немножко смешно прозвать всевышнего за то что он был маленький горшочек и он горел восемь дней не скажешь смешно то есть если если тема что мы всевышнего проставляем за его возможности что он такие чудеса делать то это такое маленькое чудо такое как бы что такое мизерность такое слово на русский и потому что это на арамецкого за ир за ир за ир за ир за ир это маленький да за это там мизинчик за ир на на армянская без ир да это маленький зеро за это маленький поэтому мизерный может быть похоже маскир да это делать уменьшать что-то допустим при уменьшаю что-то как я сейчас примечаю величие чудо или что меня хорошо что нас в интернете смотрят не могут меня бросить камнями и так далее люди да а вы а вы не рискнете что вы знаете что я могу ответить но но это 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 смешно приводим всевышнему который сотворил меня все ничего говорит слушай ты такой всемогущий такое чудо совершил такие у тебя мощности горшочек прогорел 8 дней смешно нет приходим к царю говорим у него там какой-то делаю комплимент за какую-то взять изображение мелочь опять я не примечаю поэтому мне кажется что это не главная идея чудо хануку то есть брать внимание я вообще не знаю есть у нас праздник где мы всевышнего как бы конкретно вот благодарим за его возможности совершать чудеса и вот наше благодарение там аллея восхваление всевышнего в аспекте как это проявилось в нас с нами нашей ситуации в нашей жизни то есть не мы по-русски можете не приведешь а нахну леом еще бхим это и холи лукит нет мы 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 не недостаточно мы мы не про не мне прославляет возможности всевышнего это глупости то есть мы говорим и стоим против бесконечности все возможности что же понятия вообще не до чем речь и мы и стыдно говорим даже сон море раскрыл как будто это унижение всевышнего вау ты раскрыл море конечно мы мы благодарим всевышнего что он нам раскрыл море что мы там прошли что мы были спасены а наши враги утонули поэтому обратите внимание песни на море сколько раз там подчеркивается мы прошли по сухости там по земле они закрылось них море а море и их выбросило то есть это всегда есть такая аллаха благословение благословение мудим в шумуна истрия в амиде есть такая аллаха говорит что тот кто начинает всевышнего там мы благодарим за что да и мы и мы начинаем там благодарить за его возможности вдруг шелех тибуру начинает добавлять там какие-то вау вау ты такой всякой все можешь там и так далее то его спускай такого шелех тибура чтобы не был хазаном ну что можно сказать в прославление все вещи только то что написано почему потому что то что написано это пророчество и поэтому этот очень точное слово но действительно соответствует какой-то проявлению качества всевышнего но если мы начинаем тебя что-то добавлять это как муравей который восхищается величием слона и так далее то есть это смешно как бы да что как будто всевышним было так тяжело сделать это чудо с горшочком и раскрыть ему море вообще не должен был не говорить про это ничего не делать для этого и так далее да как бы это вообще даже то есть никогда мне не относится ко всевышнему что ему область за чудеса что он такой всевогущий а всегда в аспекте что это проявилось в нас среди нас нас подействовало то есть мы всегда говорим благодаря свеча в то что он по отношению к нам делает чудеса чтобы отвечать не к нам нашей жизни тогда нас спасает у нас спасает а врагов топит в море вот за это разделение мы его прославляем что он на эту как бы личную ажгаху к народу израиля что он не то есть мне стоит вау ты такой 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 а мы знаем что он такой 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 или не знаем не можем познать это да но мы его прославляю по отношению к нам как у нас это проявилось поэтому в ханаку если тема это горшочек и мы как бы прославим всевышнего за чудо то это смешно как можно здесь все посмеялись немножко поулыбались да то есть обвинение мы обратим вещи на на простые такие вещи да это сразу становится смешно мы сейчас увидим как мы в ханаку прославляем всевышнего какое чудо он сделал с нами в нас и я предлагаю сегодня мы еще обязательно чем там в зависимости от времени еще увидим нескольких очень основных источник сейчас не дают какой-то чей-то комментарий какой-то мясо вещи основные принципиальные да пшат простое как бы взгляд на вещи как бы о чем написано откроем а молитву о мюдан неважно вечером днем или в минху в шаббат или будний день и там нам ищем ставку на ханаку где она там находится кто знает яфер потому что младим мы благодарим всевышнего благодарю в благодарение к всевышнему у меня это сто тринадцатая страница в нашем издании 17 по-моему до благословения мудим дать нас то по гима 317 это тов то есть да мы говорим все выше на все добро к нам сделал я думаю что и порядок благословений он как мы учим с вами в разделе мигела там да он не не напрасен и у него есть определенный порядок и поэтому 17 по гима 3 то тоже нам может быть намекает что мы говорим всевышнего за то добро которое он к нам делает то есть понимать улавливаете разницу мне прославимся выше за его возможности потому что мы вообще их не постигаем это унижение всевышнего как будто он так постарался ну так он смог да мы всегда благодаря всевышнего за то как на нас то влияло что он по отношению к нам это делает мы знаем что он всего гучен то что он к нам обращается нас защищает нас спасает да и для нас эти вещи делает то за это мы его благодарим и так 17 благословение да мы говорим мудим мудим сначала что говорим всевышнего за общие вещи то что каждую молитву потом ставка нашли нашли это алинисим за чудеса то есть на знамение чудеса за чудеса за избавление за могущество тут добавили твое на величине твое написано гвурот не написано чей гвурот может его могущество очень живище могу что за могущество за спасение и за войны которую ты сделал для наших отцов в те времена в те времена в те времена и в наши дни то есть общее вступление данного к курьему кануке одно и то же за знамение за избавление за могущество за спасение за войны которые ты сделал для для наших отцов те времена и в наши дни то есть воды имеется ввиду здесь на в сколько добавили дать они перевозят их комментарии по бедоносным то есть имеется ввиду что всевышний вы не не сделал нам войны мы в них проиграли что были эти всевышний сделал нам эти войны обратим внимание мельхамотши асси талабутэна всевышний сделал нам эти войны и не чтобы нас убить уничтожить и победить то есть да эти войны они пришли от всевышнего поэтому нужно смотреть как эта война влияет продвигает мир к добру ровку кафе и урод есть разделка называется урод мельхама да это свет войны то есть какой свет и он то по-моему начинает по моему первый отрывок у нас здесь нет собой этого форму да и урод если ты можешь в классе в офисе не наверху в офисе возле окна которая дверца вот это что там сам внизу там есть книга уродом из даже две по моему то дроба дальше мы посмотрим да как фуковый очень есть важная то есть он будучи находился в швейц это как швеция или швейцария швейцария он был в швейцарии он поехал на первый синистский конгресс будучи главным раввином первым раввином и постельяв и поселений здесь еще не было государства он был приглашен на первый конгресс на съезд и не на первый уже не помню не на первый и очень было важно чтобы он приехал там присутствовал многие ваши раввины там были и дети ли там и сионизм и так далее и когда он выехал тонны в германии началась война первая мировая и раввкук и он а у него было русское гражданство да может быть даже на русские знал наверное скорее всего по крайней мере по длине предложений по их сложности то немножко да на верите так не пишут обычно так длинные такие предложения и так далее и и он застрял в германии из-за того что не было русское гражданство это было опасно поэтому он должен был туда убежать всякими чудесами он убежал и смог уехать и попасть в швейцарию и там он находился в принципе часть времени и будучи не обремеленным в то время заботами главного раввина тем более нового возникающего юрецкого поселения здесь заселения земли который было кучу вопросов и проблем и разных и логических культурных он там пишет и книгу род вот он находится там идет война и он делает нам очень важная а и 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 просто прочитать ее да тут села него целый несколько сколько есть угол если 10 и таких как бы мамаров на тему война как относиться к войне что такое война штука война как это приближает приход машинах а как это проявляется в этом машинах что такое война народа израиля какую-то целая тема такая да так он начинает с того что когда есть большая война в мире то пробуждается это знак что побуждается сила машеха как мы говорим в шахарите в молитве шахарит баль баль мельхамот да в шахарите благословения первое благословение перешма баль мельхамот свежий нравится баль мельхамот хозяин войны когда владеет войной то же самое говорим и песни на море адунай ищу мельхама всевышний человек войны интересные такие названия так написано там мы говорим молитве утренним баль мельхамот то есть кто-то владеет войной зуре сда код сеет истину мацмех еще вот проращивает избавление спасения машиаха то есть увидим что в молитве сдака справедливости машинах да просто вид как раз после того как он хозяин войны потом написано буреры флот создающие излечения после войны нурат и гилот да не знаем прошла с помощью сады спрашивал прошлой деле это как перевести то нурат и гилот не знаю можно ли это на русской адекватно перевести и так далее кицу так здесь написано в овале нести что всевышний сделал войн нашим отцам то есть это война мне была определенная потребность и нужно вспомнить что второй храм это неудачная попытка третьего храма то есть хам был недостаточно несовершенный в нем не хватало многих вещей пророчество было очень маленькой форме да там шхина и хватало в храме в салон там и минутами как на бритках чех заветы и так далее кицу есть там гамара занимается его просто там было много вещей некоторые вещи которые там не хватали точки зрения архитектуры духовной экрана храма и так далее плюс народ израиль не весь вернулся и поэтому всевышний во второй храм создает им такие ситуации которые являются нами про моделями на будущее галут изгнание которое нас ждет это не просто так что что у нас после хануки остается у нас ханукия мы еще поговорим про эту идею хануки на это интересная вещь такая да что что остается на все поколения кицу еще поговорим но но то что всевышний те вещи которые всевышний как бы и даст по его управлению да создает нам флютового храма они как раз все нас готовит закаливать перед длительным галутом то есть да мы возвращаемся с галута вавилонского и нас ожидает не все вернулись то есть они это это второе возвращение возвращение на второй храм это не становится геулой настоящей и и всем уже мудрецам пропам очевидно что будет еще одно изгнание и длительное как яков видит своей лестнице да что последний там ангел и дома да по-моему написано что он поднимается не спускается и это самое и то есть он будет длительный голод и мудрецы во втором храме развивается сильно устная тора в отличие от первого храма что это была сильная главная доминирующая сила была пророчества и так далее в общем есть определенные разницы духовные и культурные которые происходят возникают а многие проблемы культуры народе израиль в том числе всякие реформисты и сидукеи и караим и так далее что это про модели будущих реформистов и различных всех которые пытаются нас повлиять наше противостояние с и греческой культурой которая в принципе до сегодняшнего дня продолжается мир живет в принципе по греческой культуре модернизирующийся развивающийся но принципе те же самые и мы и мы среди них поэтому это война это победа это как не только ксиво но как проверка и закалка на на будущий голубь где мы должны стоять в этой войне так и здесь и выше делать нам эти войны да это общее предисловие теперь мы переворачиваем страничку читаем что же конкретно какие чудеса да так видно первым стал ведь начинается она не сим за знамение за чудеса пока мы что были за чуть было преимущество избавление за могущество спасение за войны которые делал для отцов наших да за это мы все благодарим всевышнего братьяне мы говорим всевышнего за войны да иногда люди относятся к состоянию войны и дай бог как у нас сегодня к сожалению происходят теракты и падают духом отчаиваться и так далее но у нас мы благодарим всевышнего за эти войны да потому что если сконцентрирован на том что кроме моей личной жизни больше ничего в мире нет то конечно мне это мешает пугает если понимаем что есть в мире война добраться злом и в мире что есть народ израиля которые воюют против 70 волков да есть амалеку сила амалека в мире есть греческая культура и света и всевышнего в мире это народ израиля то то мы часть огромного процесса да это не что-то личное такое да и когда просто какие-то вечном грустно больно и мы даже много чего делать чтобы этого избежать тем не менее когда это происходит то мы благодарим всевышнего за и за эти войны да мы и сейчас мы еще не пришли к состоянию что все спокойно а мы в состоянии войны земля израиля еще не захвачена еще свет не победил тьму поэтому нужно быть на чеку и вот конкретно тебе за что мы благодарим в нема титягу сына йохана нахашмуная первосвящение какой он готов да его сыновей сыновей жестокое царство эллинская яван иванда греческая даже столько и царство греческое выстрела против народа твоего снова израиля чтобы заставить их забыть тору твою нарушить законы установленные волей твоей ты по великой милости своей стоял за них когда они оказались в беде заступался за не был судьей их их споре с врагами и мстил за них отдал сильных в руки слабых в диване а то что всегда дал отдал сильных руки слабые это не было такое чудо что не сидели и ничего не происходило или и эти нам греки мертвым умирали как мухи это была жестокая война там было много использована хитрости тонкости до сегодняшнего момента используются в военной кстати военных академиях и так далее те те принципы и так далее которых этих как-то по-русски хашмане и нет русских османы и хасмане и хасмане и хашмана и да то что хашмана и мы тогда воевали то есть это сегодня изучается там эти техники приемы хитрости уловки которые делали и так далее то есть это вроде не это была война война кровопролитных которым гибли и наши люди и наш народ гиб и это была война как бы один против 100 до последнего как бы да и так далее и и стоит почитать о той мужестве которая да и там вообще это подобно не говорит немножко войны за независимость мне кажется да которая здесь была что мы были настолько слабые неподготовленные настолько малочисленные и так далее безоружные и вдруг была такая война в которую нас не было возможно не было как бы выбора не участвовать не да нужно было защищать себя и вот израиля такой как как такая кошка которая защищает своих котят она значения шанса нет но она идет до последнего ибо у хашм все выше дает шанс но это было не так легко как здесь написано дал их в руки да то есть дал их в руки но мы воевали то есть это дал их в руки да это они не просто чудо отдался сильный в руки слабых многих руки немногих то есть было не про не пропорциально малочисленных нечистых тумных руки чистых злодеев руки правильников непреступников в руки тех включают ору твою и проставил ты имя твое обратим внимание всевышний делает войны идет война то что народ израиля побеждает в мире знаете что что это говорит что всевышний проставляет имя свое ведь мы побеждаем и в этих войнах не было чудес открытых да но то что мы побеждаем войне должно быть нам понятно и всему миру это понятно да что здесь есть рука всевышнего и проставил ты имя свое великое святое в мире твоем народу своему израилю даровал великую победу избавление тот самый день теперь дальше что произошло в конце финале войны и тогда пришли сына твои и святая святых крама твоего и выбросили идолов из твоего дворца и очистили святилище твое и зажгли светильники во дворах святилища твоего установили эти восемь дней хануки есть нусор и не написано восемь дней вопрос написано эти дни чтобы возносить возноси благодарность и хвалу твоему великому имени где здесь чудо с горшочком нужно позвонить им срочно они пропустили здесь теперь можно произойти другие псевдуры мы увидимся что это не опечатка не ошибка печатников это нусор который мудрецы установили не мудрецы хашманеи установили хашманеи там санельдин который был в то поколение и так далее есть кто-то кто не говорит что у меня было чудо с горшочками конечно было почему здесь оно не используется как не хотела это обращать внимание восемь дней это потому что восемь дней горел горшочек и так далее то есть два аспекта первый аспект мы сказали что мы не пытаемся быть такими наглецами которые прославляют возможность всевышнего то наглость это смешно что ты можешь как ты можешь прославить то есть мудрецы говорят про молитву амеда что мы говорим баруха то а таки борлюши таки борьба машеме хэйм и тиравуши ада гибор да те 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 слова которые мы говорим в амеде в первых двух словениях прославляя всевышнего описывал какими-то качествами это только потому что мудрецы великого собрания среди которые были пророки установили нам эти этот формулировку и потому что мушера бейну так сказал так описал качество всевышнего тут уже две печати 1 мудрецы великого собрания и порок и среди них и 2 печать печать мушер обе ну нужно две печатки чтобы сказать эти слова ну что если бы не было на это печатки машера бейн им утZe великого собрания кого 준� asylum для пророки то нельзя было посмотреть всего и чем что вы всемогущий слов всемогущий я был это сказать то есть только пророки которые видели, что это слово максимально точно и близко соответствует с точки зрения человека, описания какого-то качества управления мира Всевышнего, это можно сказать. Но если бы не было две печати, два рабанута не было бы, да, рабанута Второго Мудрецового Великого Собрания и Мушер Абейну, нельзя было бы ей эту фразу сказать, то есть нельзя было бы вообще говорить про Всевышнего. Ведь когда я говорю про Всевышнего, я не хочу выходить в это выезд, но автоматические ограничения, если я про что-то говорю, то я что-то описываю, понимаю, я же даю ему какие-то рамки, у нас нет такой возможности, да, поэтому пророки, которые умеют, у них есть пророческий талант, который умеет взять, встретиться с бесконечным и в этом мире дать ему какое-то, как бы, описание, какую-то формулировку, она очень-очень точная, она максимально далекая от материализации, от одушевления какого-то, от предавания каких-то человеческих форм Всевышнему и так далее. То есть это не так легко говорить про Всевышнего, да, поэтому Абридин Иоанн много раз говорил про эту вещь, на иврите нет слова Бога. Есть только имена Бога, Илуким, Ашем, Ютке, Вавкей, Шадай, Цвакот и так далее, есть только имена Бога. То есть на иврите нет слова Бога, и то, что мы привыкли говорить там Илуким, Ашем и так далее, это ведь на самом деле не слово Бог, как на русском переводе, а это имена Всевышнего. То есть мы говорим, не говорим ни про кого, а называем имена, но не говорим, как бы, кто это. На таких языках есть понятие, слово Бог, гады, там, не знаю, там, и так далее, боженька, там, и так далее. То есть здесь, когда мы говорим про чудеса, то мы не пытаемся прославить Всевышнего, как бы, за Его возможности, что Он такой, что Он может. А мы говорим про то, ведь и молитва так устроена, что молитва, молитва, это наше, как бы, как бы наше обращение к Всевышнему. Есть на Бога более глубокие, конечно, понятия, но по-простому, да, так принято говорить, и Мудрисы говорят, что это снизу вверх, да, то есть мы обращаемся к Всевышнему, так мы не можем Его прославлять за Его возможности, потому что это смешно, а мы благодарим за то, как это проявилось по отношению к нам. И Всевышний, смотрите, как у нас это проявилось. Там был большой врага и так далее, они нас хотели, типа в рекомендации своей стоял за них, когда они, казалось, заступался за них. Каким образом? Был судьей в споре, мстил за них, каким образом? Каким образом? Отдал силы в руки слабых. Как мы сказали, это не было просто подарок, такой утром получили их в коробке, да, это была война, жестокая, кровопролитная. И многих в руки немногих. И чистых в руки чистых. То есть, то, что Всевышний дал нам силы, мужество, мудрость такую, тонкости, хитрости эти военные, изобретение каких-то там оружий, нюансов, тактических каких-то приемов и так далее. Мы говорим, говорят, хашмония, говорят, это от Всевышнего. За это мы Его благословим. Это Его чудеса. В нас, среди нас, вместе с нами. У нас нет праздника, что Он дает ман. Это потому, что это самый смешной праздник, который может быть, наверное, да. У нас есть праздник, да, где Всевышний, мы, допустим, в шаббат делаем двойную, две халы, да, в память о мане. То есть, то, что у нас была двойная порция. То есть, мы не прославим Его за то, что дал ман, а то, что у нас было, что есть. То есть, что Он к нам обратился. Не за Его возможности, а что Он о нас заботится. Дал злодеев в руки праведников, преступников в руки тех, кто учает Тору Твою. И давал Великую Победу, и сборяет тот самый день. И тогда пришли снаряд Твои в святая святых храма. Они очистили Твой храм, выбросили идоли, возветили свечилище, зажгли светильники. То есть, мудрецы говорят про зажигание свечей, но не говорят самого, казалось бы, на простого важного, что нашли горшочек, и хватило масла на восемь дней. Более того, есть источник, я вот не помню сейчас какой, я не помню, то ли это Брайта, то Сефта, что-то в виде этого, то есть, источник Устная Тора, периода Танаим, записанное, либо это более поздний период, периода Гаонов, что есть Устная Традиция, которая была записана, сейчас не помню, у меня вылетело из головы, я не помню, что там сказано, что они, когда освободили храм, очистили его, то во всем Иерусалиме зажгли много света. То, что сказано здесь, зажгли светильники, во дворах святилища твоего, только о дворах. Здесь двор один, что только о дворах? Худцот Иерушалаем, как бы это, дворы Иерусалима всего. Было много света, написано, было много света в Иерусалиме. Может быть, как символ того, что было свет, освещение и так далее. И установили эти восемь дней Хануки, есть русские, где написано просто эти дни, без восемь, чтобы возносить благодарность и хвалу твоему великому имени. Заводите внимание, мы здесь, чудо здесь, что у нас были силы, что мы победили, что Всевышний дал нам возможность и так далее. И где проявляется, что Всевышний был с нами. Да, может быть, для людей слепых нужно было это чудо с горшочком. Да, мы еще поговорим, есть там еще очень важные вещи, почему именно один горшочек остался и так далее, почему именно восемь дней. Тем не менее, то, что Всевышний в итоге было сделано это небольшое чудо с этим горшочком и так далее, то это показывает какое-то принципиальность этого процесса, что не просто какая-то война, а то, что Всевышний делает чудо, то как бы такое как бы как вишенка, как она называется, Дваналькацефет, когда кушает вот такой пирог, да, и там у него есть такой пирог, такой сливки, и наверху такая есть вишенка, такая, как бубничка такая. То есть, это такой, да, такой изюминка такая, чтобы показать нам, подчеркнуть нам, что это был очень важный процесс, это была принципиальная вещь и так далее. Но не за это был назначен праздник, не эта идея праздника, не эта идея хануки, да, по крайней мере, с точки зрения молитвы, где мы молимся, здесь вообще это не упоминается. То есть, мы его здесь благодарим и говорим потом Галель после молитвы, там, после меды и так далее. но самую важную вещь это горшочек здесь не упоминаем. То есть, мы не ждем чудес, как бы раскрывания моря там и так далее. Даже происходят чудеса, не из-за этого мы благодарим. Мы ищем Всевышнего в нас, среди нас, как и сегодня. Народ, взяли, воюют свои войны, а люди слепые. Люди ждут раскрывания Красного моря, Президемного моря, не знаю, и так далее. Люди ждут, что будут и чудеса, как были приходить из Египта, что там будут и знают. То есть, то, что у нас есть такая возможность, такая мудрость, мы строим какие-то ракеты, наши солдаты проводят такие спецоперации, вдруг посредине Ирака, бум-бум, два человека застрелили какого-то спец, какого-то ученого или какого-то секретного этого самого. Представьте, какое мужество. Два израильтянина едут в какой-то Иран, в вражескую страну, они там проводят операцию, у них есть возможность достать там пистолет, оружие, паспорта, они говорят там на арабском и так далее. Они посредине столицы, абсолютно без поддержки танков и так далее, посредине города достают там пистолет и убивают этого злодея, этого Амалека, этого Амана и скрываются. Это какое мужество? Кто на это способен? Ты знаешь, что у тебя обратного пути, скорее всего, нет. Ты в чужой стране. Кто тебя спасет? Обратите, какая гвура, какая азут, азут это дерзость. Это дерзость такая? Или Азканамер, или муцы говорят, Исраиль Азим Шибаумод, Израиль самый дерзкий из всех народов. Вдруг у них там в этом самом, в этом супер секретной базе, где там происходит самое, из главного офиса пропали ночью все документы секретные, все. Контейнер. Да, это не две папки, там целая библиотека. Никто ничего не знал, не видел, не слышал. Вдруг в центрифуге все взорвались, там вдруг они начали крутиться быстрее, чем нужно. Вжу, все там, вдруг в ресторане компьютер сгорел. Нужно быть слепым, чтобы этого не видеть. То есть, это отношение к Хануке детское, что есть горшочек и люди, потому что, может быть, будучи в Галуте и у нас не было возможности видеть все это, ощущать все это, у нас не было армии, у нас не было защиты сама, у нас не было как бы своей национальной жизни, то единственное, что нас держало, мы еще поговорим, это важная вещь, что не просто так это был горшочек. Здесь есть знак с небес, и мы еще поговорим в этот горшочек, очень важный горшочек этот. Но хашмонеи, которые были там, мудрецы, не записали это в носах молитвы. Это нас учит многому. То есть, жить в наше поколение и не видеть Всевышнего, который собирает рассеянных, который воюет свои войны, весь мир видит нашу мощь и так далее. Иногда у нас есть слабости, иногда у нас есть проблемы. Есть проблемы, часть этого процесса. Пороки говорили про эти проблемы, мудрецы говорили про эти проблемы и так далее. Были даже те мудрецы, которые говорили, что мы не хотим жить в эти дни из-за тех проблем, которые будут. Такие будут тяжелые проблемы и так далее. То есть, традиция, которая сказана мистер Фридом, мигай сифрой. Сифра, которая говорит, что три поколения до прихода Машеха будет такой духовный, культурный переворот, бунт будет такой. Это будут тяжелые три таких поколения. Когда нас упрекают в книге дворей, то там есть такой посылок Шаманта Вита Кассита. То есть, три таких глагола, которые описываются наши, что мы там восточнел Ишурун и так далее. Делают преступления, воюют со Всевышшим и так далее. Три из них слова говорит нам Сифри, по-моему, что это три поколения предухода Машеха есть. В земле Израиля будет духовный переворот. Это будет большая тяжелая война такая. Мы не находимся сегодня. Посмотрите, мы сегодня, наши враги сделали с нами все, что хотят. А мы не потому, что не можем, а по разным причинам мы им не отвечаем. Мы это только воспринимаем, только обороняемся. То есть, мы еще не пришли к состоянию, что мы наступаем. Мы армия обороны Израиля. То есть, изначально мы прогнозили, что это оборона. Но у нас ведь есть наступление, есть земля Израиля, которая освобождена, есть еще зло в мире, которое нужно сюда изгнать и так далее. Да, то есть, это процессы тяжелые. Равко, когда писал своему тесте, Адерой, да, он писал ему письмо, он говорит ему, я боюсь этой сифры. Это сифра, которая говорит, что три поколения перехода Машеха, да, три таких тяжелых поколения. Равко говорит, я боюсь этого прихода. Это страшная вещь. Мы видим сегодня, да, у нас есть войны и так далее. Но Всевышний здесь внутри, как в Торе сказано, Всевышний говорит, вы идете на войну, я с вами воюю. Почему чудеса нам не делают? Почему с нами воюют? Как он с нами воюет? Силы, оружие, мудрость, возможности, экономические, приобрести и так далее. И, если что-то происходит, то мы сразу умеем всех найти и знаем все, что находится. У нас пока еще нет такой мощи, такой, да, чтобы изначально все это дело решить проблему, да, но, но видим, что Всевышний дает нам такие инструменты, мы такой маленький народ, да, и так далее. Я помню, я был как-то в одном городе, там, полетел, мы туда попросили провести там уроки и так далее, и меня забирал с аэропорта водитель Равина. Я вот не помню, он не еврей, если я правильно помню. Да, он не еврей. И он это самое. И он у меня забрал с этого с аэропорта и как раз было недавно, несколько лет назад, как раз была вторая Ливанская война, то, что называется. И он мне сказал это самое, что-то мне спрашивал туда-сюда и он мне говорит, смотри, говорит, я боевой офицером, я в Афгане был. Я знаю, что такое арабы, я знаю, как они воюют до последнего, не сдаются и так далее, как бы самоотверженно. Да, не очень, может, организованы, но они воюют как бы самоотверженно. Говорит, я знаю, что такое, говорит, тут недавно, говорит, прилетал парень, тоже его меня просил забрать, он оказался, что он у вас был в боевых частях на войне, после войны он получил домой к маме прийти сюда в город. Говорит, я когда увидел его, то я понял, что только чудеса вас, вы только чудесами воюете. Вот такой, говорит, мальчик, боевой-боевой солдат, говорит, это смешно. Я был на войне, значит, только война, говорит, это ваши боевые солдаты, говорит, знаете, что только чудеса вас держат. Только чудеса. Наверное. То, что этот мальчик умеет держать оружие, умеет воевать и самоотверженно, и с техникой, и мудрость, да, и не гибнут мухами и сотнями, как при освобождении за Сталинград там было и так далее, да, это часть мудрости Всевышнего, это часть мощи, которая нам дает, это часть тактики военной и так далее. Поэтому, обратите внимание, здесь, здесь, это вы не понимаете, я вам сделал ксерокопии Рамбома, откройте их, посмотрите, как Рамбом описывает, описывает эту Хануку, да, какая страница у вас? 800-я. 800-я? Да. Далеко, дашь. Секунду, 800-я. Это Мишне Тура Рамбома, книга, раздел называется Зманим, времена, здесь есть законы Мигилат Истер и Хануки вместе, это две заповеди, которые мудрости установили, и поэтому здесь вместе, так, здесь, так, во времена второго храма, греческие цари стали преследовать Израиль. Вот здесь начинается их перевод, здесь хочу смотреть на это. Запретили их религию, давали евреям, да, народу Израиля заниматься изучением Торы, и собранием заповедей, простели руки их, к их имуществу, к их дочерям, мы еще поговорим про эти вещи, да, здесь принимание, то есть они имущество здесь грабили, они наших женщин там брали, насиловали и так далее, то есть это было, прежде всего, физическое, как бы, да, притеснение, плюс, духовное, запрещали, то ручить и так далее. Третья вещь, вошли в храм, проломили его стены, сфернили чистое, да, то есть его чистоты, да, то есть храмовые инструменты, притесняли, притесняли, я не согласен с тем, что они производят слово Израиль словом евреи, я думаю, это очень, это принципиальная вещь, неверная, евреи, это вообще, как бы, слово относительно новое, да, называется егудим, это не перевод, евреи от слова еврим, мы не называемся еврим, по-седневности, мы называемся егудим, да, но здесь написано Израиль, Израиль это Израиль, то есть когда говорят здесь евреи, они прощают это все, как бы, как будто это была проблема, как бы, евреи, как в России, евреев притесняли, потому что Россия не воевала с Израилем, не было Израиля, не было народа Израиля, были много евреев, но тогда второй храм был Израиль, был народ Израиля, у нас было государство, была война против государства, против народа, поэтому здесь, когда написано евреи, на еврите, знаете, не написано, рама пишет Исраэль, Исраэль каждый раз Притесняли Исраэль сильным притеснением Пока не смилился над ним Бог отцов наших И он избавил их от рук греков И спас их Возобладали хашманеи Рамбом описывает здесь Проблему не только духовно И религиозно Но и проблема государственная, национальная, физическая Возобладали хашманеи Преосвященники Убили врагов Спасли от них Израиль Вдруг к Израилю он вернулся Они даже из этой книжки решители Они говорят евреи или Израиль Спасли от них Израиль Поставили царя из коинов И следующее предложение критично Вернули царство к Израилю Что такое царство вернули к Израилю? Скажите мне другими словами Как это слово вернули царство к Израилю? О чем идет речь? Да Вернули правительство Власть Мы были притеснены Они нас притесняли Они нас пытались разрушить И так далее Вернулось Хазрам Малхут Ли Исраиль Вернулось царство к Израилю Умеется ввиду управление Государством Это стало снова нашим государством Не нас захватили Больше чем 250 лет До разрушения второго храма То есть до конца храма Дайте 250 лет В заслугу этого действия У нас еще было наше государство Слово царство Оно спутает немножко Потому что это терминология Древнего такого языка Царства На сегодняшнем языке Нужно переводить Чтобы было очевидно О чем идет речь Чтобы не было Да Вернули не это Короны Царь идет с короной С таким длинным красным шлейфом Таким и так далее Да А вернули царство Имеется ввиду К нам вернулось наше правительство Наша возможность Принимать национальные решения Мы стали снова независимыми Насколько это возможно И так далее Но все равно Полной независимости не было А у кого-то в мире Есть полная независимость Есть государство Полностью независимо Они от кого? Была же полная независимость У кого? У Израиля Всегда ты зависимый Всегда у тебя есть У тебя всегда есть Зависимость политическая Военная У тебя есть союзники У тебя есть поставка У тебя нет угля Нефти Ты покупаешь за границу У тебя всегда есть Какое-то взаимоотношение В мире нет Независимых государств Имеется Только вопрос или мы решаем, от кого быть зависимым. Мы решаем, что с Россией заключить союз, а не с Турцией, допустим. Как и в моей жизни. Частный у меня есть свой независимый бизнес. Вранье. Все, кто делает бизнес, знают, что он зависит от поставщиков, от покупщиков, от доставщиков и так далее. Он зависит от многих вещей. Имеется в виду, что я решаю, от кого быть зависимым. Тогда нужно стереть, а мы сегодня независимое государство. Те, кто пытается в мире быть независимым, как Россия, то у них нет сыра на прилавке. Сыра нет на прилавке. Так мне рассказывали. Люди сюда летят, везут туда сыр. Хотят быть независимыми или черным бартером, как черным рынком продают. Это же вранье. Ты пытаешься выпучиться тогда, что ты независимый, но это вранье. Ну что-то такое, я не знаю, что мне надо идет. В России, по крайней мере, уничтожали все иностранные продукты из магазинов. Выбрали? Ну и люди живут, как будто они там живут при коммунизме, при голоде и так далее. То есть нет в мире независимых государств. Если не покупающие на марке, то пусть все правительственные, члены правительства ездят на Волгах. Вернем их на Волге, посмотрим, как они будут ездить на Волге. Это как-то тоже я в поездке в той, которая ехала туда, то обратно меня вез другой водитель, уже такой казак, кубанский, что-то такое было. Меня вез на Волге, я помню. И это самое, так было смешно. В ночи, в 2 часа ночи, меня забирают какого-то леса, этим мы там были на Турбазе, какой-то, везут пару часов по трассе, бум, бум, каждую секунду он съезжает с обочины, потому что на трассе такие выбоины, что он съезжает на обочину, на поле, на землю, чтобы объединить. И кицу, такая всю ночь мы так едем, эти КамАЗы там всю ночь несутся, потому что ночью уже не жарко и так далее, они там, перегруженная трасса такая, и мы там едем, и он несется. Я в машину сел, я ищу этот самый, ремень безопасный, я уже привык, что там ремень безопасный, нужно под сиденьем искать, сзади где-то, у них у всех, они сиденья прячут, и они говорят, что ты вытаскиваешь ремень там каждый раз, я говорю, я хочу пристегнуться. Я начинаю в этой Волге искать ремень, он говорит, где ремень, я под сиденьем его не нахожу, говорит, в этой машине нет ремней, я говорю, как, он говорит, так с завода выходит, в смысле, это же правительство машина, в принципе, то есть то, что уже Мерседес, у всех это одна вещь, но они еще с того времени, это же правительственная машина, я говорю, и что, не нужны ремни? Говорит, нет, никто же их не остановит, полиция же их не остановит, я говорю, а безопасность? Говорит, а безопасность? Говорит, слушай, у меня, говорит, товарищ пару недель назад был на Волге, на мосту, в КамАЗ врезался, говорит, и остался жив, машина вся вся в смятке, остался жив, мы сказали, баруха шем, что ты был в Волге, а не в какой-нибудь иномарке, я говорю, ой-ой-ой, я всю ночь, я был такой уставшен, я всю ночь не спал, теги там читал, два с половиной часа, или три мы ехали, это сам в этой Волге, так, поэтому пусть все, эти независимые вернутся к Волгам, пусть на Волгах ездят, и так далее, поэтому это, это все, это все такое, люди не хотят видеть Всевышнего в нашей жизни, в нашей истории, в наших войнах, да, в нашем народе, в процессе, который с нами происходит, и не ждут чудес, чудес таких, как бы, открытых, и так далее, но хашмония нас этому не учат, когда в Рамах здесь пишет, обратите внимание, он пишет Ханнуку, и какая главная, вот, они зашли, и он говорит, избавил их, и пришли священники, убили врагов, и спасли от Израиля, и поставили скотину, и вернулось в царство к Израилю больше 250 лет, до разрушения второго храма, а когда возобладал Израиль своими врагами, и погубил их, это было 25-го кислева, вошли в святилище, в храм, и не нашли чистого масла в храме, кроме одного кувшинчика, а в нем было масло, лишь, чтобы зажечь на один день, зажигали свечи 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 на восемь дней, пока не закрепили залию их чистое масло, слово чудо здесь не использовано, видели, то есть рама говорит, в отличие от молитвы, рама здесь упоминает, что зажигали, было, было в нем зажечь масло только на один день, они зажигали восемь дней, но рама не говорит, что было сделано чудо, это странно, потому что в море, вот увидим, на другом уроке, как-нибудь, в продолжении недели, посмотрите, что в море да упоминается, в братье, там слово чудо, но рамбом здесь, слово чудо убрал, то есть он упоминает, что было на один день, но этот чудесный элемент, ну как бы, немножко его как бы притушил, затушевал его в фотошопе тогда, тем, что брал слово чудо, слово нес чудо, он убрал отсюда, он упоминал, что было на один день, хватало масла, было, но в итоге восемь зажигали, ну убрал это чудо, я думаю, это опять-таки, это чтобы дать нам правильный взгляд на вещи, не искать Всевышнего в каких-то аномалиях, каких-то вещах потусторонних, какие-то вещи, которые меняют ход событий и так далее, видеть Всевышнего в наших днях, в нашей истории, в наших процессах и так далее, видеть, как такой слабый народ, который возвращается в эту землю, после холокоста, после, как называется, лагерей уничтожения, люди, мужчина взрослый, 40 лет, весил 35 килограмм, 40, не больше, кости одни были, эти люди безоружные, неорганизованные, без всякого опыта, 2000 лет у них было не газоваться ничего, боюют за войну и за зависимость и побеждают ее, и какие чудеса там были, только это чудеса, которые, они в естественном ходе событий, как у хашманеев, это не просто так, что во втором храме, перед выходом на длинный галут, с нами случается эта история, и она получает такое знамение, она получает такую центральную вещь, целые 8 дней, мы об этом еще поговорим, как бы, в чем заповедь этих дней в итоге, но Всевышний там делает перед выходом в галут, такую вещь, чтобы мы усвоили на будущее, как нужно искать Всевышнего, где его нужно искать, в расступлении Красного моря, либо в том, что хашманеи побеждают, в расступлении Красного моря не нужно искать Всевышнего, это видно, это очевидно, это любой рабыне, очевидно, что это рука Всевышнего, но видеть Всевышнего в процессе войны, и как малые побеждают, многочисленных, слабые, сильных и так далее, и там же, это же греческая армия, они же супругленно-тренированы, легионеры с тактикой, туда-сюда, и количество какое было, да, почитайте немножко, то, что есть там в истории и так далее, какие, какое было противостояние, один к скольки и так далее, они полмира захватили, Александр Макинонский, полмира захватили, греческая армия, римская, выйдет Всевышнего в этом процессе, это требует, как мы говорили с вами, помните, по рене, о благословении, пукьях и в рим, раскрывающих глаза слепым, это требует раскрыть глаза на то, что я вижу, видеть глубину того, что я вижу, не только видеть внешнюю оболочку, но и внутри, то, что сегодня бросают ракеты у нас, несколько сотен ракет, Бару Хашем почти там, и тут нет раненых и убитых, и это железный купол, а это железный купол, а это не Всевышний дал нам такую возможность, технологию изобрести, такие вещи, конечно, позор, что мы этим защищаемся и не решаем вопрос одноразово, но в данной ситуации, сложные и так далее, не в один день все решается, есть процесс, который мы и проходим, смотрите, какая мудрость, какая возможность, у нас это есть, Бару Хашем, поэтому Безрата Шем, мы еще продолжим изучать этого раба, не выбрасывайте, да, Хас Вишелом, и сохраните, и на следующий урок мы еще продолжим, это то, чтобы мы удостоились видеть Всевышнего в его войнах, в его спасении, по отношению к нам, Безрата Шем, Шалом, Халукас Амей, Субтитры создавал DimaTorzok